Все, что представлено в данном видеоролике, не является финансовым советом. Всем привет, меня зовут Ди, вы на канале Богатейший Ди, который является домом для всех криптоэнтузиастов. Сегодня будет длинное видео, наполненное жирной начинкой из информации, поэтому заранее приготовьте печенье и чай. Все это время я следовал главному правилу, на рынке ты не должен подчиняться эмоциям. Но сегодня до меня дошло, что весь 2018 год я провел на эмоциях. Постараемся в этом видео опираться не на надежду и не на мечты. Сегодня только холодный анализ. 7 самых важных прогнозов для криптовалюты в 2019 году. Это включает в себя вопросы. Как высоко биткоин может вырасти в 2019 и 2020 годах? Как низко он будет падать на протяжении 2019 и 2020 годах? Когда мы достигнем новых пиков? Когда обновим новые минимумы? Кстати говоря, не обойдем своим вниманием и другие криптовалюты. Эфириум, XRP, Лайткоин. После того, как я закончил монтировать это видео, я могу с уверенностью сказать, что некоторые вещи вас даже разочаруют. Помните, это видео не для того, чтобы вселить в вас надежду, а для того, чтобы я сам научился анализировать без человеческих эмоций. А если вы здесь впервые, почему бы не присоединиться к нашей большой команде, которая насчитывает уже 35 тысяч товарищей? Прежде чем мы начнем, давайте заставку посмотрим. Что же я ожидаю в 2019 году? Для начала, чтобы разобраться в том, что происходит, нужно вспомнить о том, что совсем недавно трейдеры стали свидетелями такого явления, как крест смерти. Что такое крест смерти? Крест смерти – это пересечение кратковременного движения актива с долгосрочной чертой среднего значения. Как это сложно звучит. Проще говоря, это когда 50-дневная скользящая пересекает 200-дневную сверху вниз, что мы и наблюдали в этой точке. Этот сигнал показывает на серьезное понижение цены актива. Что и произошло. В общем-то, я выписал список тегов, по которому мы сегодня и будем работать. К топ-7 прогнозам, которым посвящено это видео, я также добавил еще несколько пунктов, которые мне показались интересными, из тех, которые я нашел в комментариях. Считайте, что это интервью со мной по этим вопросам. Кстати, если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Самые важные прогнозы 2019 года. Первое. Как высоко может вырасти биткоин? И когда? Второе. Как низко он может упасть? И когда? Когда закончится медвежий рынок? Когда начнется бычий рынок? Прогнозы для Ripple, Litecoin и Ethereum. Умрут ли ICO? Умрут ли альткоины? Когда будет золотой крест? Наибольший сюрприз 2019 года. Новостной фон в 2019 году. Если 2014 год похож на 2018, то 2019 год повторит сценарий 2015. Бакт уничтожит рынок криптовалюты. И больше никто и никогда не увидит новые пики цен на цифровые активы. Майнеры терпят бедствие. Майнинг вымрят? Достигли дна. Наибольшее заблуждение. Давайте начнем с 14 пункта и постепенно приблизимся к самым сочным темам. Я хочу начать с так называемого дна, которого мы достигли, потому что вокруг этого вопроса существует множество заблуждений. Также встречаются люди, которые не понимают, как будет вести себя рынок в 2019 году, если мы достигнем дна. Вообще, множество людей считает, что определить дно достаточно просто. Я сразу пойму, что это дно, инвестирую всю свою котлету и останусь в выигрыше. Так они думают. Но реальность в том, что 90% трейдеров не поверят, что это еще не дно. Они будут уверены, что рынок пойдет еще ниже. На самом деле, очевидность достижения дна далеко не такая уверенная. По факту, когда мы действительно коснулись дна, как это было после падения в 2014, люди будут спорить, что актив еще не нашел свое дно. И это будет продолжаться до 6 месяцев, даже после того, как актив от дна своего оттолкнется. Они будут продолжать задаваться вопросом, а мы достигли дна или нет? Поэтому мы можем сделать такой вывод в 2019 году. Когда мы достигнем этого дна, это не будет очевидным. Есть только маленький процент людей, которые точно знают, что это уже дно. И после того, как актив коснется реального дна, мы станем свидетелями большого всплеска на рынке. Это будет быстрый, ошеломительно-скоростной скачок, после которого будет наблюдаться длительный период консолидации, когда цена будет двигаться в определенном коридоре. Сколько будет длиться этот коридор, об этом мы немного позже поговорим в этом же видео. Сначала нам нужно понять эти заблуждения насчет минимальной цены актива, потому что я не хочу, чтобы вы теряли свои деньги на неудачных инвестициях, поверив, что это было дно. Итак, переходим к следующему пункту. Майнеры. Эта тема также многих волнует, если учитывать ажиотаж в социальных сетях, в которых пишут, «Эй, я ушел в минус, отключаю свои фермы, прощайте». Сейчас мы находимся ниже себестоимости майнинга, ниже 6 тысяч долларов, ниже 5, даже 4 тысяч долларов, в зависимости от страны и цены на электричество. Что же произойдет дальше? Добрейшего тебе времени суток. Вот и настал для меня тот день, когда майнинг ушел в минус. В минус в прямом смысле слова. Почему я так говорю? Потому что, видишь, все фермы выключены. Будет ли майнинговый бизнес убыточным и в этом году? Будет ли это большой проблемой? Короткий ответ от меня. Нет. И для этого есть причина. Если мы вернемся назад в историю биткоина, мы можем найти еще один продолжительный медвежий рынок. Нам нужно разобраться, что случилось тогда. Кстати, многие сравнивали графики 2014 года и 2018. Даже я в некоторых своих видео задевал эту тему. Возвращаясь к вопросу о майнинге. В 2014 году себестоимость добычи биткоина превышала его курс на рынке. Майнеры уходили из бизнеса. Все тогда паниковали и говорили практически одно и то же. Но все произошло так, как произойдет в 2019. Рынок избавился от паникеров, от людей, которых называют weak hands. Weak hands или слабые руки – это термин, применяемый для указания на тех инвесторов, которые спешно избавляются от своих активов при падении курсов. Это первое, что произошло тогда в майнинге. Второе важное событие – это появление новой технологии, новой инновации в майнинг-бизнесе. У людей появилась возможность строить более эффективные, высококачественные и масштабируемые риги. Поэтому, ребята, медвежий рынок – это большое пространство для инноваций. Исходя из этого, я ожидаю, что 2019 год станет инновационным для криптопространства. В частности, для майнеров. Много ли майнеров уйдут из бизнеса? Да, много. Появится ли новый инновационный майнинг и майнеры, которые будут доминировать на следующей волне? Тоже да. Это должно случиться в 2019 году. Следующая важная тема – это БАКТ. Это достаточно наболевшая уже тема. Станет ли БАКТ гвоздем в гробе криптовалют? Будет ли он профилактикой достижения криптовалютами новых ценовых вершин? Короткий ответ – нет. Что бы вы ни видели в новостях, какой бы новостной фон они не пытались установить, фактически должно произойти обратное. Поэтому достигнет ли биткоин новых ATH? По моему мнению, да. Случится ли это в 2019? Ну, знаете, есть, наверное, какой-то маленький такой шанс, но, скорее всего, нет. И я, если честно, не верю, что это случится даже в 2020-м. По крайней мере, если отталкиваться от графиков. Я расскажу, когда, с моей точки зрения, это случится в конце этого видео. Считайте это маленьким бонусом и мотивацией досмотреть этот ролик до конца. Многие мне пишут – чёрт возьми, Ди, в этом году будет бычий рынок, и мы будем лететь прямо на Луну. To the moon, как говорится. Нет, это так не работает. Мы об этом поговорим чуть позже. 2014-й похож на 2018-й. Будет ли 2019-й таким же, как 2015-й? Это вопрос, который в последнее время становится популярным. Многие уже сравнивали 2014-й год с 2018-м, и графики чертовски похожи. Значит ли это, что можно сравнить 2015-й с 2019-м? Моё мнение – да, абсолютно. Помните о том, что эти рыночные движения очень сильно зависят от человеческой денежной психологии, говоря самым простым языком. Также от денежной психологии зависят и другие рынки, не только криптовалютные. Всё дело в реакции людей на падение цены, на её рост, на риски потерять деньги или риски приумножить их. Конечно же, есть ещё множество других факторов. Но если упростить уравнение, то становится очевидным, что на падение биткоина в 2018-м году люди действовали точно так же, как и в 2014-м. Вот так всё просто. Именно поэтому графики 2014-го и 2018-го годов сильно похожи, как будто мы смотрим в зеркало. Давайте разберёмся детальнее. В 2014-м году отчётливо видна линия тренда, которую я нарисовал здесь. Кстати говоря, трендовый угол в 2014-м году совпадает с тем же углом в 2018-м. И это даже как-то жутковато. И хотя в начале трендовая линия служила сильным сопротивлением, график сумел пробить её, чтобы падая использовать её в качестве поддержки. Есть у меня достаточно веское основание полагать, что вот это падение здесь, это как раз таки вот эта точка на графике здесь. А значит, спустя несколько месяцев с начала 2019-го года мы увидим настоящее дно. Детальнее об этом мы тоже поговорим. В любом случае, это просто пугающее своей идентичностью графики. Кстати, свечи недельные, если что. К тому же не нужно забывать и об объёмах, они тоже играют ключевую роль. Новостной фон в 2019-м году. Я ожидаю ухудшения новостного фона в 2019-м. Думаю, это будет очень жёсткий год для криптовалюты. Ожидаю множество заголовков о смерти альткоинов, биткоина, да и всей индустрии в целом. Скорее всего, известные всем скептики продолжат говорить о дальнейшем падении. Причём не только криптовалютного, но и фондового рынка. Поэтому новостной фонд станет даже хуже для криптовалюты. Просто будьте готовы к этому и оставайтесь хладнокровными, не обращая внимания на новости. Все мы понимаем, что в 2019-м году мы достигнем настоящего дна. А после нас ждёт достаточно длительный период консолидации. Я ожидаю этого, поэтому я буду просто игнорировать новостной фон. Далее, наибольший сюрприз 2019-го года. Это действительно сильный пункт в списке. Да, в 2019-м году нас ждут некоторые сюрпризы. Один из этих сюрпризов это вот что. Если изучить предыдущий медвежий рынок, можно понять, что это была катастрофа. Другого слова не подобрать. И новостной фонд тогда был просто убийственным. Это было просто ужасно. Но любой известный человеку медвежий рынок это время, когда развиваются технологии. Все светлые умы заходят и создают следующую. Назовём её Большую Вещь. Это всегда происходило и происходит. Потоп падающего рынка вымывает слабых, а сильные люди-новаторы приходят в сферу и становятся доминирующими в следующей волне. Что это значит? Если смотреть, как заканчивался прошлый медвежий рынок, мы можем заметить, что где-то в октябре мы наблюдали золотой крест. Мы уже говорили, что такое крест смерти. Золотой крест это обратная кресту смерти ситуация. Когда 50-дневная скользящая пересекает 200-дневную снизу вверх. Для трейдеров и инвесторов это сильный сигнал для покупки. Это и произошло где-то в октябре 2015 года. Но перед этим график успел ещё раз уйти на дно в августе. Запомнили, да? Август и золотой крест в октябре. В общем, в этот период должна была родиться новая, инновационная на тот момент монета. И я вам приведу пример. Вы уже, наверное, догадались, что речь идёт о криптовалюте, которая стала очень известным именем после прошлого буллрана. Это Эфириум. Когда же он появился на биржах? В августе 2015-го. А значит, он появился как раз после второго настоящего дна перед возникновением золотого креста. Поэтому мы можем сказать, что Эфириум выбрал наилучшее время, чтобы появиться на рынке. К чему это я вообще? Я ожидаю увидеть что-то похожее в 2019-м году, когда мы найдём второе настоящее дно. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. Я уверен, сейчас есть криптовалютные проекты, над которыми ведётся упорная работа. Потому что время медведей на рынке, как я уже говорил, это время появления инновационных технологий, создания следующих больших вещей. Это, кстати, касается не только криптовалюты. Кто-то сейчас работает над криптовалютой, которая делает что-то такое, о чём мы даже не можем мечтать. Решает какую-то серьёзную проблему. Я думаю, такой инновационный проект, как в своё время Эфириум, выйдет в третьем квартале 2019-го года. И достаточно быстро обретёт поддержку. Особенно, когда движение рынка сменится на бычье. В таком случае, этот новый проект быстро окажется в первой пятёрке, что случится уже в 2020-м. Поэтому, одним из самых больших сюрпризов 2019-го года, я считаю появление таких новых проектов. Которые штурмом возьмут своё на крипторынке. И мы должны быть к этому готовы. Когда же будет Золотой Крест? Это, друзья, ещё один сюрприз. Как я уже говорил, Золотой Крест это очень сильный сигнал к росту. И просто невероятная возможность для инвестиций. Поэтому, во время и после того, как он случится, мы увидим такие же массивные зелёные свечи объёма. Когда же нам это ожидать? Основываясь на графике прошлого медвежьего рынка, когда Золотой Крест случился где-то в середине октября. А у нас двухмесячный отрыв. Я думаю, что в этом году мы увидим Золотой Крест в рождественское время. Я слышу, как вы спрашиваете. Так уже ж было Рождество два дня назад. Ребята, я говорю о католическом Рождестве 25 декабря 2019 года. Именно в это время, может быть чуть пораньше, я ожидаю сигнала Золотого Креста. Придётся ещё потерпеть. Следующая тема является альткоины. Умрут ли альткоины? На самом деле, несмотря ни на что, этот вопрос имеет право на жизнь. И многие его задают. Конечно же не умрут. Нет сомнений, 2018 год был для альткоинов просто самоубийственным. Достаточно просто увидеть, насколько они упали в цене. Вичейн, минус 99,95%. Множество людей покинули нашу криптовалютную гавань. И если честно, я надеюсь, что это ещё немножечко продолжится. Сейчас существует 2091 криптовалюта. Это слишком много. Если смотреть реалистично, 95% альткоинов это просто мусор. Если вы в это не верите, просто немного проанализируйте самостоятельно. Удивительно, какую дичь многие альткоины из себя представляют. Конечно же, медвежий рынок, как я уже говорил, отличное время инноваций. И где-нибудь уже рождается новая легенда криптовалют. Поэтому, по моему мнению, альткоины ждут только улучшения, гибель всякой гадости и появление топовых проектов. Умрут ли ICO? К сожалению, я бы сказал, что 97% ICO это скам. Это не факт, это только моё мнение, которое, кстати говоря, сформировалось не просто так. Поэтому, если ваша инвестиционная стратегия звучит как-то так, «О, мужики, а давайте я инвестирую в ICO. Потом буду заниматься дейтрейдингом, свингтрейдингом, а потом открою пару длинных позиций, а пусть ли ещё что-то там придумаю». С вас точно снимут последние штаны. Становитесь мастером в одном деле, а не разрывайтесь в разные стороны. Человек не может быть мастером во всех сферах сразу. По-человечески это просто невозможно. Выберите одно направление, сфокусируйтесь на достижении профессионализма в нём и становитесь мастером. Так вы достигнете нереального успеха. Это, кстати, не только трейдинга касается, просто такой жизненный совет. Давайте перейдём к прогнозу на альткоины. Это будут Litecoin, XRP и Ethereum. Начнём с Litecoin. Откроем голый график безосяких индикаторов. Голые графики очень полезны для понимания общей картины. Собственно, это график цены Litecoin по отношению к биткоину. Что я хочу вам показать? Это простые тренды. Итак, график начинается с 2013 года. После этого он создал один минимум, а после второй и третий. А это значит, что Litecoin по отношению к биткоину находился в даунтренде в первые годы существования. Что приводит к мысли, что биткоин рос быстрее Litecoin. Вот о чём говорит эта часть графика. В общем, пообновлял Litecoin низы и в марте 2017 ему это надоело. Поэтому он решил сломить тренд. Но с этой операцией у него как-то не сложилось. Оказывается, уровень 0,02 биткоина оказался сильным. И похоже, что в 2019 году Litecoin не суждено преодолеть этот уровень. И в 2020 преодолеть этот уровень будет крайне сложно. Теперь давайте посмотрим на уровень 0,01 биткоина. Это тоже очень важная линия. Экстремальное сопротивление и экстремальная поддержка на протяжении всей истории Litecoin. И скорее всего эта картина сохранится для всего 2019 года. Поэтому Litecoin, как и все остальные криптовалюты, будет ощущать состояние турбулентности на протяжении всего года. Если говорить об этом как о погоде, то я скажу, что нас ждет пасмурный год. Иногда облачные дни будут разбавляться солнечным светом, либо грозовыми разрядами. Особенно в первом квартале 2019 года. Об этом подробнее тоже поговорим. Теперь XRP по отношению к биткоину. Ripple, как мы видим, вел себя по-другому. По сравнению с Litecoin, XRP выглядит куда лучше. В нем видно больше силы. Первый минимум наблюдался в июле 2014. Перед тем, как XRP столкнулся со своим настоящим падением. Второй раз Ripple коснулся этого же минимума в феврале 2017. Таким образом образовалось двойное дно. Это сменило падающий тренд. Но нужно заметить, что недавно XRP нарисовал и двойную вершину с пиками в мае и январе. А теперь посмотрите на этот уровень здесь. Это очень важная отметка. Потому что эта отметка была предыдущими двумя вершинами здесь и здесь. Поэтому именно этот уровень будет очень важным для наблюдения на протяжении целого 2019 года. Следите за ним. Ведь если он станет уровнем поддержки, особенно если это случится в начале 2019, это будет очень хорошим сигналом на покупку в краткосрочной перспективе. Но сейчас, думаю, у нас ждет еще некий период консолидации перед тем, как решится судьба этого уровня. Также рекомендую следить и за этим уровнем. Если тест уровня сопротивления провалится, то этот уровень может стать поддержкой. Это очень важный уровень, который на протяжении 5 лет менял свою роль с экстремального сопротивления до экстремальной поддержки. В общем, эти два уровня вам помогут в торговле. Мы рассмотрели тренды Litecoin и XRP. А теперь посмотрим на Ethereum. Посмотрите, каким сильным он был. Мы с тобой уже говорили об этом. Ethereum появился в наилучшее время, которое только можно было представить. Его появление предшествовало Золотому Кресту и Двойному Дну. Это просто чудо какое-то. К тому же Ethereum еще и сделал то, чего раньше до него никто не делал. Я ожидаю появления такого же проекта в 2019 году, который в первые три года своей жизни будет расти быстрее всех. И до 2021 года этот проект войдет в топ-5 или даже в топ-3. Кстати, недавно было модно хранить Ethereum. Вау, эфир на грани, скоро умрет. Но если смотреть на график эфириума по отношению к биткоину, можно понять, что каждый декабрь он вел себя одинаково. То, что эфир сделал этой зимой, это всего лишь поддержка обычной для него структуры графика. И сейчас я скажу совершенно невероятную вещь. На самом деле, друзья мои, эфириум находится в падении с конца июня 2017 года. Вы скажете, так он же выстрелил в конце 2017. Он стоил 1400 долларов. Тогда как он мог находиться в нисходящем тренде с июня? Это совершенно разные тренды, друзья. Это эфириум по отношению к биткоину. С каких-то пор я начал понимать, что именно эти тренды мощнее. Нужно понять именно такую динамику рынка. Несмотря ни на какие теории, альткоин и биткоин все-таки играют в разную игру, лишь меняясь местами за доской. И этим они занимаются уже... Да не всегда этим занимались. Эфириум, очевидно, стремится удержать этот уровень на протяжении следующих 6-8 месяцев. Если у него это получится, то, как это ни странно, эфириум выглядит очень достойно. Теперь мы поговорим о нескольких больших прогнозах для 2019 года. Итак, когда рынок начнет расти? Будет ли Bullrun в 2019 году? Короткий ответ... К сожалению, нет. Как я уже говорил, основываясь на этом анализе, Золотой Крест ждет нас не раньше, чем на католическое Рождество. Ну или перед ним. Именно тогда в большой картине есть штрихи для глобальных перемен. Но спешить расстраиваться не стоит. Один из самых больших бычьих забегов 2019 года мы увидим, когда рынок все-таки найдет настоящее дно. Когда 95% людей все еще будут верить в падение. Новости будут невероятно негативными, а биткоин будет продолжать лететь в тартарары. Это и будет моментом, когда настоящее дно будет найдено. Но на самом деле это чертовски сложно определить. В прошлый раз, когда длительный медвежий рынок обнаружил такое дно, сразу после этого обнаружения биткоин вырос на 100% за несколько недель. Как мы видим, здесь было две вершины. На тот момент эти вершины лежали на уровне экстремального сопротивления. Такая структура должна повториться в 2019. Вот здесь мы находимся сейчас, если проецировать сегодняшний график на график прошлого длительного медвежьего рынка. Очевидно, что через несколько месяцев, возможно в конце февраля, начале марта, рынок наконец найдет настоящее дно. Возможно это будет отметка в 2000 долларов или чуть меньше. После этого биткоин начнет расти где-то до 3600 долларов. Но встретит сопротивление. Как раз это сопротивление можно рассматривать как линию экстремального сопротивления в 2015 году. И судя по всему, эта линия будет портить жизнь биткоину весь 2019 год. Какая-то жесткая идея, согласитесь. Но если структурно посмотреть на график, то линия поведения биткоина выглядит именно так. Будет интересно потом посмотреть это видео, когда 2019 и 2020 годы закончатся. Но на сегодня я вижу ситуацию именно так. Следующий вопрос. Ну когда мы уже перестанем падать? Мой ответ. Первый квартал 2019 года. Ожидаю увидеть в первом квартале 2019 года следующее дно. Возможно будет двойное дно. Главное, чтобы перед этим объемы увеличились. Будем за этим следить. Именно это настоящее дно, настоящая капитуляция и будет означать самый нижний экстремум за весь период. После этого ниже мы уже не пойдем. Почти созвучная тема. Как низко биткоин упадет? И когда? Мы уже говорили об этом. Конец февраля, начало марта потенциально чуть ниже 2000 долларов. Посмотрим, что случится на самом деле. Как высоко биткоин вырастет и когда? Ребята, это будет настоящим шоком. Но мне придется сказать именно так, как я думаю. Самую высокую цену в 2019 году мы увидим достаточно скоро. Сейчас начало января. Я думаю, что через месяц или полтора мы увидим самую высокую цену за весь год. И вы скажете, ничего себе, ты в феврале ожидаешь увидеть самую высокую цену? Ну да. Но не ждите каких-то чудес. Это будет около 5000 долларов. Именно там я ожидаю видеть невероятно сильное сопротивление. Может чуть ниже 5000. Но это будет самая высокая цена, которую мы увидим за весь 2019 год. Опять же, я знаю, что кто-то из вас не хочет слышать такие ответы. Но в самом начале видео я отметил, что попытаюсь отбросить свои эмоции, свои надежды и мечты. И сказать так, как я думаю на самом деле. Да и к тому же, вы не должны воспринимать мои ответы как истину. Это просто мое видение картины, а не то, как будет на самом деле. Что ж, ребята, это мои прогнозы на 2019 год. Некоторые из них реально сумасшедшие. Некоторые вогнали вас в депрессию. А какие-то из них вызывают позитив. Но это всего лишь то, что я увидел в анализах биткоина и криптовалюты. Но это еще не все. Есть еще одна интересная вещь. Давайте посмотрим на этапы развития бычьего рынка после прошлого продолжительного нисходящего тренда. Я вижу два этапа. Вот первый. И вот второй. Это очень отличающиеся друг от друга этапы. Постепенный рост и резкий взрывной. Теперь как понять, что от постепенного роста актив переходит к резкому? На самом деле достаточно просто. Постепенный рост на протяжении этого периода объяснялся только одной причиной. Сопротивление. У биткоина было очень много уровней сопротивления, которые нужно было пробивать. Эти уровни, как и магниты, отталкивают график цены вниз. Именно это происходило на данном этапе. Как только биткоин пробил все эти уровни и поднялся выше предыдущего пика вот здесь, магниты исчезли. Больше никакого сопротивления. А поэтому цена стала расти быстрее. Я ожидаю в будущем чего-то похожего. Поэтому, друзья, если вас интересует, когда уже биткоин снова достигнет 20 тысяч долларов? Ну, когда он уже начнет расти действительно быстро? Когда уже будет этот второй этап? Основываясь на всем этом графике, впервые 20 тысяч долларов на биткоине я ожидаю видеть в первом квартале 2021 года. А вот такой взрывной рост случится не раньше, чем в середине 2021 года. Да, это реалистичный прогноз. Просто жесткая примерная оценка ситуации на следующие несколько лет. Опять же повторяю, что это не истина. Это не точно. Это не 100%. Не теряйте свои деньги, основываясь на чужих рассуждениях. Все, ребят, ставьте лайк или дизлайк, комментируйте, делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова